Четверг в правительстве региона начался с заседания Совета Верхневолжского бассейного округа. Ивановская область – один из 18 субъектов, входящих в его состав. Реки, озера – только на первый взгляд они живут своей жизнью. На самом деле водные объекты постоянно нуждаются в заботе. Например, сейчас на Ваталицах идет расчистка реки Веркуза. Содержание в порядке и развитие водохозяйственных объектов – это задача, которая стоит постоянно. У нас есть шлюзовая система на тезе. Мы сегодня, Александр Николаевич, обсудили перспективы реконструкции Юревецкой дамбы. До 2029 года эксперты прогнозируют маловодный период на Верхней Волге. Но даже в этих условиях дефицита пресной воды не наблюдается. Мы можем безвозмездно использовать 8 кубокилометров, не затрагивая экологический ущерб. То есть безвозвратно мы можем на сегодняшний момент из водохранилища Верхней Волги 8 кубокилометров взять. Безвозвратно. На сегодняшний момент все 9 субъектов, которые входят в территорию ответственности Верхнего Волгского бассейна управления, забирают в пределах 4 кубокилометров. Губернатор Павел Коньков в рамках заседания также напомнил о важности развития речного сообщения как внутри региона, так и между субъектами. Это необходимо для удобства жителей и туристов. Мы в этом году сделали небольшую инновацию. Мы попытались восстановить сообщение транспорта по Волге. Правда, короткое время у нас ходило быстроходное судно по маршруту Кинишма плюс Кострома плюс Кострома плюс Кинишма плюс Кострома плюс и обратно возвращался к Кинишму. И мы планируем развивать это направление. Попросил губернатор и обратить внимание представителей совета на канал Волга-Оводь. Сейчас он не функционален и нуждается в расчистке.